Всем доброе утро! Смотрите, у меня сосед. Я тут ночую сейчас на даче. Жарко в городе спать и сосед гоняет голубей. Таких кружастых. Думал они пойдут, только сходил за камерой и они подымались. Говорят, чем большее количество, тем хуже они летают. Он поднял большую кучу, но видите, они не пошли в полет. Я думал, что пойдут. Сейчас мы поищем по небу, может кто-то вырвался. Никто не вырвался. Такая куча подымалась, пока я за камерой сходил. Одна-две минуты и все, они все сели. Не получился полет голубей. Хотел вам показать. Раннее утро, хорошая погода. Свежо. Но птицу не показывал. Ладно, сейчас Володе позвоню. Скажу. Чушь у него не полетит. Большое количество. Может погода. В общем не знаю. Про этой гонгаре я не понимаю. Так, ну что, попытка номер два. Да, он еще раз их погнал. Сейчас посмотрим. Сейчас вот я постараемся посмотреть весь полет. Сейчас мы их поймаем. Так. Сейчас. Секундочку. Секундочку. Так. Ага. Где-то здесь они. Где-то здесь. Опа. Поймал. Камера цифровая. Надо. Стоит поймать объект. И потом уже она. Будет его держать. Опять они так. Видите. Без желания. В полет. Вот. Запотевает. Да. Вот хозяин звонит. Павло. Секундочку. Черт. ДорAND сейчас мы им поймаем... Володя! Алло! Володя! 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 Я и смотрю, что куча такая, наверное, штук 150 ты поднял. Ага, это я бачу, что они пошли-пошли. Пока я за камерой сходил, они уже и седают. Ты второй раз их пужнул, да, я бачу? Ага. Ну, да. Ну, вроде, сейчас утром вышел, хорошо, зараза, но... Ну, да, да. Тут, ага, тут ночью, потому что в городе и спать не могу, понимаешь? Что хотел спросить, что там по зерну? Может, там кто-то что-то ты мне тогда выручал? Помнишь, что то татарин продавал, то это... Вот собака. А почем вам хоть посчитали? Что вам... Ну... Понят. А почему... А чего он так делал? Почему он так здоровыл? Слухай, а ты не звонил, тут же два вот этих фермер... Ну, тут же ж один и второй, можно к другому позвонить или... По шесть, да? Понятно. Ну... Значит, я тебе хочу сказать, я брал по... В Кременной. В Кременной, ну, тут же Кременной, в принципе, недорого. Вот это тут, понял, на складах там какие-то склады, вот это, не въезжая в Кременной, а возле ЖД вокзала. Ну, было по пять, но пока мы себе там начухался, начухался, приехал пять пятьдесят. Ну, по пять пятьдесят взял, раз уже приехал, понял. Так что, имей в виду, пять пятьдесят, вот в Кременной. В ЖД вокзал я был вчера, там шесть пятьдесят. Да, в Кременной пять пятьдесят, имей в виду, в Кременной пять пятьдесят, все-таки на гривну. А тут на этом, ты понял, возле склада, на складах Хорса шесть пятьдесят. Понятно, ну, в общем, разберу, ну, ладно, имей в виду, ну, наверное, в Кудрашовке вам никому не дадут, да, раз тебе и так далее. Понятно, значит, тогда тут ждать нечего. Понятно, ну, хорошо, ладно. Да, да, когда такая, это вот, было хорошее, как вот это, ну, вот один день был такой, что вот перед дождем ветер, так сами, понял, с крыши вихо их погнал, погнал, было нормально. Ну, а у меня еще, а у меня еще ОСПА пошла, понял, у молодежи, ОСПА. Ага, ну, я сегодня, сегодня что-нибудь возьму от ОСПА. Ну, а ты, а ты то, что давал, как хрипота, прошла, че так же? Понятно. Да, почтари, почтари, хоть у тебя летают, а не я бачу, как они идут. Ну, а че, что они туда летают, значит, шось там, шось находок, шось находок, да. Не говори, сейчас бы б копец помогал им, так ты всех копов потравил. Ну да, ну да, я бачу, что они не идут в гору. Да, я ж так, я так и кажу, я вот людям, я снимаю на камеру, понимаешь, и говорю, если их много держать, ну не будут в они летать. Да, 10 штук надо оставлять на, на осень, на, на весну, на весну. Ну, чтоб они, да, чтоб они так были, да, а тут, ну ты развел такую ораву, ты шо, там кормить на них. Мы тебе, мы тебе, мы тебе всегда Николаевских будем давать, если меня не будет, Витька тебе всегда звони ему, и он тебе всегда будет Николаевских давать. На, на, на намазку, на намазку, понимай. Угу. А ты пробовал, пробовал уже новую эту? Да, пусть, слышишь, не открывай её, пусть она закрыта, потому что вот это лишний контакт с воздухом, пусть. Домазуй моё, а потом уже. Угу. Да, 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 так что и... Да, понятно, да. Только гортун, так, 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 вот мы ж в городе, да, как бы я, ты с этой стороны, у щека с той стороны, и у нас уже более-менее так можно. Не то, что, да, не без того, конечно, ну, то, что у меня было в день по два штуки, ё-моё, а то в год, блять, два штуки. Да. Хорошо, давай. Да я бачу, я бачу, я бачу. Угу. Хорошо, ладно, давай, Володь, хорошо, счастливо. Имей в виду, по зерну, да, шо, шо узнаешь, звони. Ну, в общем, цена сейчас такая, пять пятьдесят кременная и шесть пятьдесят у нас. Все давай. Угу. Ну, вот так, пока и эти даже, ребята, даже эти не летят. Хотя у нас в городе есть голубевод Руслана. Фамилия Лебедь, потомственный голубятник. И держали его дедушки, потом отец. Ну, держали таких летных, николаевских, а он сейчас завел таких кружастых. Ну, Пакистан. Не знаю, абакинцы есть, у него нет. Ну, в общем, такие породы. Вот его. Я видел, улетает голубик. Он каждое утро их подымает. Ну, наши сейчас тоже. Я думаю, что... Эх, кто там? Что случилось? Что случилось? Я думаю, что... Я кур пасу. Тут у меня лисица завелась и подпритягала много кур. Так я утром выхожу и пасу курочек своих. Так, о чем я рассказываю, о чем я рассказываю. Так, Руслана... А! По поводу наших голубей. Ну, что, наши голуби, если бы мы... Раньше мы не ленились. Вот, если утром вставать и гонять голубей, то... Можно было бы добиться результата. Можно было бы подымать. Вот, как вот делает этот мысник Игорь. Кстати, продаю кур. Ребята, кур. Перевожу я кур полностью. Смотрите, красавцы какие. Если что, звоните, пишите. Кто тут недалеко живет. Петухи по 100, куры по 200 за штуку. Пошли домой вы. Ну, вот так вот начинается... Спасибо, что смотрит. Всем удачи!